МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 сентября состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Заседание открыл председатель Национального совета Республики Западная Армения Армена Кабрамян, подчеркнув важность запланированных на сентябрь мероприятий. Особо отметил визит депутатов Западной Армении в Восточную Армению для участия 15 сентября в конференции, посвященной богине Анаид. Повестку заседания представила председатель Национального собрания Нелли Арутюнян, которая подробно рассказала о сентябрьских мероприятиях, отметив, что следующая встреча состоится на платформе Zoom 8 сентября, где участники обсудят тему защиты армянских интересов в организации объединенных наций. Нелли Арутюнян представила подготовительные работы к мероприятиям, повестку дня и рассылку приглашений. В завершении заседания заключительной речью выступил Арменак Абрамян. Около пятидесяти гражданских общественных организаций Арцаха обратились с письмом к ОБСЕ и действующему председателю Яну Боргу с требованием ввести международные санкции против Баку, призывая сохранить мандат минской группы ОБСЕ и защитить права народа Арцаха. В письме указывается, народ Арцаха стал жертвой военной агрессии Баку и ОБСЕ должна ответственно выполнять свои международные обязательства. Отмечается, что в случае применения силового давления со стороны Баку должны быть введены международные санкции с целью обеспечения мирного разрешения конфликта. Национальное собрание Арцаха также заявило, что минская группа ОБСЕ не смогла защитить провозглашенные ею принципы, что дало Баку возможность военным путем оккупировать территорию Арцаха. Правящие армяне мира. Есть три взаимосвязанные проблемы. Восточная Армения находится в опасности, пока ведутся переговоры о мирном соглашении с Баку. Неясно, как арцахцы, ставшие жертвами геноцида 2023 года, смогут вернуться на свои родные земли. 23 армянских заложников все еще находятся в тюрьмах Баку. В ноябре 2024 года Азербайджан примет у себя в Баку КОП-29. Конференцию ООН по изменению климата под девизом КОП-МИРА. Если армянские пленные не будут освобождены и участники КОП-29 проигнорируют конфликт в Арцахе, президент Алиев получит мощный инструмент для продвижения своих геополитических целей по захвату всей Армении. Такой сценарий не только отрицательно скажется на признание геноцида в Арцахе и обречет пленных на долгие годы в тюрьме, но и заставит забыть о прошлом целую общину и усугубит опасности, угрожающие Армении. Армянская диаспора уже начала кампании. 23 августа президент Акбу Перч-Седракян обратился к госсекретарю США с требованием об освобождении армянских пленных. В течение месяца в социальных сетях распространились хэштеги, к которым присоединились искусствоведы, организации и тысячи людей. Пришло время расширить движение и установить связь с лицами, принимающими международные решения. Армяне не единственные жертвы Алиева. Его режим подрывает безопасность как Азербайджана, так и всего мира. 9 сентября я посещу Армению по приглашению его святейшества кальтели косо всех армян Горигина II для разработки совместной стратегии. Давайте поведем мир к реальному миру, защищая Армению. Луис Морено Окампо, первый прокурор Международного углоломного суда в Гаге. Председатель земляческого союза Шуши, историк Ашот Арутюнян представил свою точку зрения о средневековой столице Армении, город Ани, построенный могущественными царями Багратуни, знаменитой тысячу и одной церквью. Столица царства Багратитов Ани была восьмым чудом света. Наш величественный армянский город, как и вся западная Армения, были захвачены кемалистами после турецко-армянской войны 1920 года. В 2010 году в ответ на халатность турецких властей усилиями правительства Западной Армении фонд всемирного наследия внес они в список памятников на грани исчезновения. Возникает вопрос, может ли нынешнее руководство восточной Армении, которое выступает с призывами к турецко-армянской дружбе, реализовать совместные проекты с Турцией для улучшения плачевного состояния средневекового Ани и восстановления его былой славы. Возвращаясь к нынешней ситуации, мы вынуждены констатировать, что они захвачены от республики Западной Армения, один из призрачных городов 21 века. Город тысячи и одной церкви и город сорока ворот может вернуться к своей прежней славе только объединением усилий всей армянской диаспоры. В честь столетия легендарного шансоня Шарля Азнавура в Нью-Йорке в штаб-квартире он прошел прием, где присутствовали представители армянской общины и общественные деятели из разных стран мира. В рамках мероприятия открылась выставка всемирно известного французского фотографа армянского происхождения Роже Каспаряна, посвященная Шарлю Азнавуру. Шестой месяц священного календаря Айкянс Сахми считается месяцем сбора и благословения урожая. 24 августа отмечается праздник освящения винограда, 5 сентября праздник освящения хлеба. В армянских традициях хлеб и вино играли важную роль. Хлеб всегда занимал важное место в жизни нашего народа. Праздник освящения хлеба – это важный праздник, в который арийцы приносили в жертву первые пшеничные колоссия и зерна. Далее во время празднования чествовали богиню Анаит. Во время праздника жрецы проводили благословения, пали, чтобы обеспечить плодородие. После благословенные пшеничные колоссия и зерна раздавали людям для домашнего очага или посева. Праздник напоминает нам о важности нашей веры и традиции, которые связывают нас с нашими корнями. Слава армянской богине Анаит Кур, Арут Аракелян, Айказун, Ари Вортенери, Амайк. При поддержке предстоятельства Кирикийской епархии и Восточной Америки хор Шуши с гордостью представляет концерт «Поющий Арцах», который представит дух и силу Арцаха через музыку. Художественный руководитель и дирижер концерта Закар Кишищан, пианистка Надежда Корян. Концерт состоится 6 сентября в 17.00 в зале музыкальной школы номер один имени Макара Якмаляна Багаршапате. Вход свободный. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!